Аккуратнее, с высказываниями. Крымская коллаборационистка Наталья Поклонская, которая помогала России аннексировать Крым в 2014 году, заявила, что является украинкой и никогда не откажется от своей национальности. Это, казалось бы, совершенно заурядное заявление вызвало волну ненависти российских Z-блогеров, которые стали оскорблять Поклонскую и обвинять в предательстве России, хотя она не сказала вообще ничего против Путина и его политики. Вот, например, что пишет известный российский Z-блогер и политолог Игорь Скурлатов. Неадекватка Поклонская в очередной раз отказалась от русскости и заявила, что является «украинкой», в кавычках, несмотря на общеизвестный факт, русские белорусы и малоросы – это один этнос с маленькими культурными различиями. Если же Поклонская считает себя украинкой, соответствующей государственной идентичностью в виде некой страны Украина, то место ей на помойке общественного интереса, ибо чем тогда она отличается от зомби-необандеровцев, которых мы уничтожаем в Малороссии? Это еще самый приличный пост, другие я вообще не могу процитировать, потому что там такое, что YouTube просто забанит. То есть мы видим, что в России теперь преследуют уже не просто за политическую позицию, за какие-то взгляды и высказывания, а преследуют просто за неправильное, ну в их понимании, да, национальное происхождение. То есть национальность украинец объявлена российскими пропагандистами, враждебной, вредной и такой, которая подлежит уничтожению. И об этом прямым текстом вот совершенно открыто пишет этот пропагандист Скурлатов. Это не просто какой-то маргинал случайный. У него на канале более 300 тысяч подписчиков. То есть он достаточно авторитетен в этой Z-среде. То есть что мы видим? Что в России уже практически открыто начинают действовать практики и принципы Третьего Рейха, когда целые народы, целые национальности объявляются враждебными, неправильными, подвергаются преследованиям. Ну только понятно, в Третьем Рейхе были евреи, в современной России это украинцы. Но Поклонская в ответ на вот эту всю волну ненависти и угроз тоже молчать не стала. И в свою очередь записала видеообращение, в котором тоже пригрозила вот этим Z-блогерам уголовной ответственностью за разжигание национальной розни и оскорбления по национальному признаку. Друзья, привет. Я хочу напомнить разным политическим экспертам, так называемым их много сейчас, что за оскорбление людей по национальной принадлежности карается законом. Аккуратнее с высказываниями. Мы все равны. То, что она говорит, действительно правда. В России действительно есть уголовная статья за разжигание межнациональной розни. Но только, как видим, на украинцев она не распространяется. Потому что целый украинский народ российской пропагандой объявлен враждебным и подлежащим уничтожению. И мы это видим практически во всех российских эфирах. То есть они годами реально призывают фактически к геноциду украинцев. И им за это ничего не бывает. Но вообще этот ролик, он даже не об этом. Главным образом, я хотел сказать о другом. То, что в России нацизм это и так всем нормальным людям понятно. Главным образом, вот эта история с Поклонской, она показательно иллюстрирует судьбу, печальную судьбу, вот этих всех украинских коллаборационистов, перебежчиков, предателей Украины, которые пошли служить Путину и России. Мы видим, что сколько бы они ни старались, как бы они ни старались прислуживать, сколько бы они ни старались что-то сделать для России, как-то выслужиться, как-то быть полезными и помочь, они для коренных россиян, для российских шовинистов, имперцев, все равно остаются людьми второго сорта. Все равно остаются людьми, которые просто в силу своего происхождения уже какие-то неполноценные, враждебные, просто по факту того, что они украинцы. То есть к ним всегда вот такое недоверие, хейт и презрение. Вот по сути, что такого сказала Поклонская? Ну она просто сказала, что она украинка по национальности и она не откажется от своего происхождения. Ну вот, то есть она не выступила против Путина, против войны, она не сказала вообще ничего плохого. Если бы такое сказал какой-нибудь Бурят, например, ну никто бы внимания не обратил. Но чисто в силу того, что она украинка, на нее накинулась вся эта задпублика, стала ее травить всячески, да, стала ей угрожать, стала писать в ее адрес. То есть оскорбление это очень такой яркий показательный момент. И это не эксцесс, да, это не просто с ней так произошло. Нет, я уже раньше в предыдущих видео тоже показывал примеры, как точно так же травили Царева, например, как только он сказал что-то, что не понравилось пропагандистам. Сразу стали его оскорблять, говорить, что ты, значит, там тоже украинец, ах ты предатель, там и так далее. То же самое с Татьяной Монтян было, я тоже приводил эти примеры. То есть все украинские перебежчики и коллаборанты для россиян это по определению люди второго сорта, которым они не доверяют и которых при каждом удобном случае, как только они сделают что-то не так, будут попрекать их вот этим украинским происхождением. И это очень важно показывать, чтобы просто не было иллюзий, да, вот у украинцев еще может быть каких-то, которые думают, что вот там, например, как-то поживем с Россией, там будем служить России, как-то все нормально будет там и так далее. Вот нет, вы для России всегда будете вот такими людьми второго сорта, которые всегда будут презирать просто по факту вашего происхождения, потому что в России вот такой откровенный нацистский режим, который построен на такой ненависти откровенной к украинцам. А кто-нибудь задает вопрос, а как они долетели? Размеры страны таковы, что создать единое пространство стопроцентного перехвата невозможно. На российском телевидении настоящая истерика из-за того, что на третьем году войны боевые действия внезапно переместились с территории Украины на территорию России. 108 раненых, 60 убитых граждан нашей страны. Всеми силами украинцы пытаются перенести военные действия на территорию нашей страны. Как-то немного не заладилось с Киевом за три дня, да? Развязанная Путиным специальная военная операция настолько идет по плану, что бои уже переместились на территорию Белгородской области. И целые села в этом регионе теперь выглядят так, как выглядят украинские села после прихода российской армии. А местные власти Белгородской области уже призывают население эвакуироваться и уезжать. Вот, к примеру, обращение главы администрации Грайворона Геннадия Бондарева, который призвал жителей города уезжать в Ярославскую область. И на фоне таких событий сомнения в том, что СВО идет по плану, стали терзать даже бывалых российских пропагандистов. К примеру, известный военкор Александр Сладков заявил, что три года назад никто в России даже представить себе не мог бои в Белгородской области. Кто бы мог подумать еще три года назад, что есть организация, которая будет планировать и реализовывать нападение на Россию? Да ты и не расстраивайся. Путин же говорил, что все идет по плану. Значит, это просто такой план. По плану. Правда, судя по всему, этот план нравится уже далеко не всем россиянам. В отчаянии жители Белгорода буквально заваливают комментариями страницы российских СМИ в соцсетях, страницы российских политиков и умоляют их сделать хоть что-то и хоть как-то защитить Белгород от обстрелов. Но в ответ российские пропагандисты отвечают им, что защитить всех просто возможности нет, потому что Россия большая и ПВО на всех не хватает.